Как объяснить сыну, что есть рай и ад? Он не верит. Хочет жить здесь и сейчас, хотя до 16 лет ходил в храм, а сейчас всё отвергает. Вот-вот. Меня-то гораздо больше заинтересовало то, что до 16 лет ходил в храм, а теперь всё отвергает. Вот так мы в храм, простите, таскаем детей, каждая ещё причащаем их, всё делаем, а в 15-16 лет – где они? Почему происходят? По той причине – сами потому, что мы не интересуемся, а что такое христианство. У самих даже нет вопроса – а что я могу сказать своему ребёнку? Почему я верю, что есть Бог? А что вы скажете, что есть будущая жизнь? Мы сами себе-то ответили или нет? Нет, мы просто верим. А просто верить? Так верить можно во что угодно, что есть инопланетяне какие-нибудь. – А почему вы верите, скажите? Вы себе ответили, почему вы верите, что действительно есть Бог, есть душа, есть вечная жизнь, следовательно, есть и ад, и рай? Ответили себе – нет. Ах, просто верю! Простите, просто верю – это значит закрыть глаза! А меня кто-то ведёт. Так вот, причина этого, причина этого очень многих, я вам скажу, родителей, она всегда была и сейчас особенно. Мы себе не ответили на те вопросы, которые задают нам наши дети. Мы не хотим хоть немножечко потрудиться и узнать, что я могу сказать ребёнку потом, почему я верю. Что? Потому что мама верила, да? И бабушка, да? Это что, за довод современным людям? Поэтому ничего не можем ответить. Вот, оказывается, причина. Поэтому я что могу сказать? Только одно, пока не поздно, постарайтесь ответить вот на эти вопросы. И поговорите с сыном, спросите его, а почему ты ты... Спросите, сын, а почему ты веришь, веришь, что нет Бога? Почему? А он тебя спросит, а ты, мама, почему веришь, что есть Бог? О! И начнётся какой важный разговор! Если вы сумеете заранить зерно и показать, что, оказывается, вера в Бога имеет множество оснований, а вера в то, что Бога нет никаких оснований, и сможете это показать, вы сразу же закинете зерно уже возможной веры в вашем сыне. С этого надо начинать, а не просто таскать ребёнка, подводить, подыскивать, подводить к чаше, он проглотил, даже, кстати, ничего и не понимая! А сами, кстати, понимаете, что это значит причине? Вот, оказывается, что мы хотим, чтобы ребёнок так же слепо, как мы, верил? Глубоко ошибаетесь! Современная жизнь требует понимания, обоснования, знания. Тогда будет и то, что мы хотим. Вот так! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!